Утренняя зарядка, познавательные уроки, экскурсии, подвижные игры. Так проводят время в детском каникулярном лагере при средней школе номер 7 города над Бугом. В течение недели более 70 мальчишек и девчонок активно и с пользой проводят время. Не все родители имеют возможность постоянно быть с ребенком в период каникул, поэтому лагерь для них отличная альтернатива. Это, конечно же, интеллектуальные игры и занятия дополнительные по предметам, те, кому это нужно. Это и культ похода в кинотеатр, и поход на станцию ЮНАТОВ, так называемый нынешний эколого-биологический центр. В общем, дети, занятия по рукоделию, творчеству, все возможные варианты, какие только нравятся детям. Мы набираем детей по заявительному принципу, и в этот раз, когда детям негде, скажем так, провести время, потому что в основном это маленькие дети, и бабушки, дедушки не всегда могут посмотреть своих внуков, Конечно же, да, отдают детей, первые, вторые классы. Старшие классы у нас с интересным этот раз пошли как раз-таки вот на этот военно-патриотический отряд. Им было интересно, и мы набрали. Военно-патриотический отряд – это одно из нововведений школьного лагеря. Здесь у ребят есть возможность узнать много нового и интересного. К примеру, познакомиться со страницами летописи Брестской крепости, с историей областного центра. Есть перечни занятий и практические навыки, например, сборка-разборка учебного автомата АК-47. Все это своего рода обращение к исторической памяти своей родины. Военно-патриотическое воспитание – это такой комплексный процесс, который включает в себя все. Здесь и физическое воспитание, физическая подготовка. Здесь и очень много знаний из других предметов. Организация работы каникулярных лагерей в Республике Беларусь и в городе над Бугом будет продолжаться и дальше. Только за неделю весенних каникул именно такой досуг выбрало свыше 10 тысяч детей по всей стране. Что говорит о том, что пользу в подобном времяпрепровождении видят не только родители, но и их дети. Александр Богданович, Андрей Щербай, Юрий Лемонтович, телекомпания Буктовая.